Приветища! Это Лего Кирпичный Историй и мы продолжаем. Значит остановились мы на том, что рядом с нами пролетел самолет и он рухнул неподалеку от нас. И вот мы его наконец-то нашли. Нам нужно спасти, это я не знаю, это скорее всего журналист возможно, потому что он с фотографами. Точно не пилот. Пилот вроде женщина должна быть. И вот мы сейчас стоим здесь возле упавшего самолета и будем пытаться спасти нашего товарища. Ну хотя какой он нам поваришь, мы его даже не знаем. Как мы будем его спасать? Конечно же будем строить здесь вертолет. Давай посмотрим вот этот восклицательный знак. Сейчас смотрите. Тут столько деталей от самолета, что мы легко могли бы соорудить какой-нибудь летательный аппарат. Нам нужен пропеллер и место где присесть. Окей, 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 окей. Значит вот он пропеллер. Вот я его нашел. Мы его взяли. Пропеллер преобразует энергию вращения в подъемную силу. То, что нужно. Здесь воспользуемся нашим холыстиком. Давай, залетай. Эпсь. Шлепсь. Здесь. Вот сидуха. Теперь мы можем спокойно сесть и управлять нашим коптером. Если это будет коптер, конечно. У нас есть все детали. Скорее, соберем летающую машину и спасем его. Окей. Окей, давай спрыгнем отсюда. Всего-то, знаешь, нашли какой-то пропеллер, седуку с управлением и все. Этого достаточно оказалось. Войдем. Вот наш робот сидит. Давай строить. Робот у нас будет посерединке. Подумал, а для чего нам вот эти вот растения? Оказывается, скорее всего, их тут несколько штук. Именно два горшка с растениями. Это утяжелители, чтобы центровать, даже не центровать, а чтобы балансировать между передом и задом. Ну, как бы центровку задать. Поэтому, да, центрование здесь есть. Поэтому будем сейчас сооружать вот такую вот конструкцию здоровенную, огромную. Возможно, она как бы и не нужна. Можно было обойтись гораздо проще всем. Значит, вот тут у нас спереди будет сидеть пассажир. Здесь у нас будут огоньки. Кстати, странный какой-то коптер у нас тогда получится. Ну, попробуем сейчас. Ладно, не страшно. Значит, спереди у нас человек сидит. Поэтому мы один цветочек сейчас назад добавим. Он здесь встанет. Вроде, да, встает. Он, конечно, не очень ровно встает. Он какой-то кривоватый. Поэтому давай сперва без него попробуем. Пропеллер, пропеллер, пропеллер. А где двигатель, собственно, который будет крутить этот пропеллер? Видимо, его здесь нет. Хорошо. Тогда мы сделаем вот так вот. Повыше, повыше, повыше. Вроде норм. А, нельзя. Потому что у нас здесь... Это башка робота. Она нам мешает немножечко. Поэтому мы сейчас доработаем. Еще повыше надо поставить блоки. Вот так вот. Еще даже повыше, наверное, да? Ой, это будет вообще тяжелая конструкция на самом-то деле. А, все, блоки у меня закончились. О, блин. О, блин. А вот эти штуки кончились, нет? У меня их 11 штук. Ё-моё. Ну, теперь вроде бы по высоте норм. Ну-ка, давай симулируем. О! О, летает, слушай. Спокойно летает. Давай назад вернемся. Я сейчас тут улучшу наш летательный аппарат. Вот это вот убрать. А, нет, это все встать. То есть, как бы, ну, все хорошо, держится в воздухе, все отлично. Даже без всяких цветочков, которые нафиг не сдались. Ну, вот, собственно, и все. Вот такой вот вертолетик у нас получился. Обшил немножечко каркасик. Что ж, еще раз запустим эмулятор. Вроде бы все отлично. Можно запускать. Можно теперь самому лететь. Погнали. А вот это что такое? Взаимодействовать с вертолетом, что ли, взаимодействовать? Да. О, полетели, полетели, полетели. Круто. На своей постройке и залетели наверх. Офигенно. Так, значит. Вот сюда, если встать, здесь нужно сделать вот такую штуку. И спасли мы чувака. Это фотограф. Журналист, да? Ты же журналист? Трусливый репортер. А, ну, репортер. Одно и то же, в принципе. Спасибо, что сняли меня. Но теперь мы должны найти летчицу. Пожалуйста. Мне так страшно. Я скучаю по своему дивану и кошке. Ее зовут Варежка. Нельзя было бросать ее одну. Если это ваша летучая машина, не сложно оставить меня домой, то вся надежда на летчицу. Прошу, найдите ее. Вижу самолет, но не вижу летчицы. Ты знаешь, где она может быть? Она отказалась бросать свой борт. Сказал, я даже сквозь землю пролечу, если придется. Так что, может, проверить под землей. Где бы она ни была, не сомневаюсь. Она живая, здорово. Небось, еще и автограф раздает. Ладно. Я устал. Белеец, граждане, я возвращаюсь в лагерь. Пока. Какой он нытик. Вообще просто капец. Хорошо. Журналистов мы спасли. Это построить. Я что-то здесь опять могу построить. Давай попробуем посмотреть. Построй гирокоптер из запчастей, чтобы спасти... Но это мы уже... Это как бы доработать коптер мы можем. Кролик. Забираем кролика. Какое красивое животное. Наверняка пригодится в будущем. Чтобы его съесть. Ха-ха. И с голоду не помереть. Ладно, это шутки. Кроликов тут никто не ест. Кроликов и животинку мы собираем для того, чтобы потом отдать коллекционеру. Для чего? Пока не ясно. Визимо, он даст нам потом какую-то ачивку. Божью коровку забираем. Божья коровка. Какое красивое животное. Наверняка пригодится в будущем. А я же до этого тоже божьих коровок видел. Но не собирал. Ну, что поделать? Вот тут сундучок. Сейчас его откроем. Бананза. Десять штук. Раньше по пятьдесят давали. Теперь по десять. Как бы нам теперь спуститься в пещеру? Можем ли мы это сделать? А, вот сюда можно пройти. Ну, пойдем. Подожди, я сейчас осмотрю, все ли мы тут собрали. Вон там сундук вижу внизу. Ну, это нам, собственно, вниз нужно в пещеру спускаться, чтобы... О, тут вентиль есть. С дверькой. Да, тут вроде бы все, поэтому... Идем сюда. Посмотрим, что тут. Почему имена джунглей? Ненавижу джунглей. Не надо было сюда собраться. Надо было взять короткое интервью в ресторане и все. О, сноват вы. Какое совпадение. Я шел обратно в лагерь и наткнулся на это ущелье. Короче, коврия застрял. Кстати, если вам интересно, я по-прежнему боюсь. Да что там, я в ужасе. Помогите, пожалуйста. Переход через это ущелье будет сделан. Сейчас соорудим переход. Не стыд. Не плачь. Все будет пучком. Постройте мост через ущелье. Вообще, изи-брези. Вот по части мостов. Но тут не обычный мост. Он тут угловой. Я-то в основном прямо линейный строил. Хорошо. Значит, нам здесь нужны опоры. По-любому опоры. Несколько штук. Значит, как мы сделаем опоры. Как они будут выглядеть. Подожди. Я даже представил уже в голове, как это все будет выглядеть. Вся эта конструкция. Давай я ускорю темп, и ты все увидишь в ускоренном видео. Продолжение следует. Продолжение следует. Мост просто отличный. Ровный. Надеюсь, что вот здесь, вот в этом вот месте, он не хрупкий. Проверим. Вроде все пучком. Смотри, как классно. Ништячковый получился мостик. Это было на удивление надежно. Спасибо. Все, давай, покеда. Братишки, надеюсь, я больше тебя не увижу. А нет. Он там опять что-то испугался. Снова не выезжает. И как мне спуститься с этой скалы? Ну, по канату можно спуститься. Пойду, посмотрю, чем я там вообще могу помочь. У меня, кстати, 58 бананов. Маловато будет, надо побольше. А то надежку не хватит. Ну, что тут тебе? Птичку надо схватить. Птичка. Отлично. Трусливый репортер, давай пока. Опять скалы, каньоны. Почему тут нет лестницы? Вижу базовый лагерь. Но как туда спуститься? А ты умеешь летать, как я? Эм, нет. Твое тело состоит из литого термопластика и легко выдержит падение с такой высоты. Ха-ха, какой... Рапчик, ну ты вообще гений. Я не хочу шагать в пропасть. Уверяю, ты достаточно ударостойчивый. Все равно не хочешь? Тогда, пожалуй, придется приделать к тросу кабинку. Ладно, сейчас мастерю. Блин, сколько из-за него, из-за этого репортера мастерить приходится, да? Значит, кабинка. Нам нужно посадить в него, точнее, в кабинку этого репортера. Окей, вот кабинка. Вот она. Значит, зацепить ее нужно. Подожди. Вот это будет нижняя часть. Мы сейчас такую офигенную кабинку с тобой забабахаем. Значит, вот это получается верхняя часть. Она у нас одна. О, она у нас совсем одна, эта деталь. И она будет у нас наверху. Сейчас мы ее туда прикрепим. Давай, вот сюда. Вот, отлично. Вот так вот она должна встать. Но спереди. Ага. Вот. Четко. И под ней вот сюда вот эту штуку. Дальше, 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 дальше. Как бы нам там грамотно теперь заднюю часть еще сделать. Если нужно это вообще делать. Что у нас сзади будет? Вот эти вот штуки, наверное, давай поставим. Вот эти вот. Как же это неудобно. Снизу все это поделать. Нужно по тени ориентироваться. Что я, собственно, и делаю. Ладно. Снова ускоряю в видеоролик. Ну вот и готов мой унитаз. В принципе, должно выдержать. Ну вот сейчас мы это и проверим. Ну-ка. Удерживание равновесия. Ну, такое себе. Но вроде бы выдерживает. Оно прям вправо уходит куда-то. Ну вроде нормально. Можно спускаться. Давай попробуем. А, нет, подожди. С равновесием беда. Поэтому эмуляция провалена. Ммм, плохо. Нам нужно по центру сделать, значит, унитаз. По центру. Значит, вот так вот выглядят наши штукенцы. Давай симулируем. Пожалуйста, 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 пожалуйста. В районе зеленой полосочки. Держись, баланс, держись. Да, получилось. Ништяк. Наконец-то мы этого репортера спустим. Уи, поехал вниз. Круто. Ну, там внизу, смотри, что я увидел. Там маленький крабик есть. Взять бы как-нибудь бы его. Давай используем эту штуку тоже, чтобы спуститься. Как же нам туда подняться-то наверх? Может, потроску какому-то, которую мы научимся потом делать в будущем? Вот. Он здесь внизу есть. Он внизу здесь есть. Давай, хватай его. Отлично. Кто это? Рак-отшельник. Какое красивое животное. Наверняка пригодится в будущем. Зашипись. Набрал уже кучу всего. А вот и лагерь, собственно. Большая каменная голова. У-у-у, сколько еще мне сидеть в этой горе. Большая голова говорит, а это, скорее всего, летчица. Дух горы? Как я могу помочь тебе освободиться? Нет, это не летчица. Я упала с неба, а потом очнулась в каменной чемнице. Какой кошмар. Древние боги низвергли тебя с небес? Да ну тебя. Это же я, летчица. Упала с самолета и теперь сижу в пещере. А, ой. Так ты жива. Никуда не уходи. Я попробую тебя спасти. Никуда не уходи? Серьезно? Видела бы ты меня сейчас? Ага. Кажется, найденный раньше артефакт идеально сюда подходит. Вот так. Ого. Но двери... Двери открылись. А от нее толк есть. От этого археолога. Что, мне походу за ней надо бежать, да? Окей. О, тут мяско есть. Тут можно похавать даже. Ничего себе круто, как у вас тут дела обстоят. Я тут ни с чем взаимодействовать больше не могу? А-а. Кажется, не могу. Ладно, пойдем в пещеру тогда. А, подожди. А, подожди. Вот тут проходик можно расчистить. Вот так вот тут сделать можно. И там что-то есть. И вот здесь вот мостик. Что это за мостик? Сюда можно вот так вот забежать. Вон уточка плавает. Которую я бы хотел собрать. Здесь. А, это мы в самом начале прям. В самом-самом-самом начале. И вон сундук. Хорошо, что я отсюда не убежал. Слушай, так быстро. Да, здесь мы начинали. Наша самая первая игра. Вон, божья коровка. Пойдем ее соберем. Наша самая первая игра начиналась здесь. Божья коровка. Отлично. Хамелеон внизу вижу. Здесь мы сейчас запрыгнем. При помощи нашего холста откроем сундучок. А к хамелеону как к нему попасть, интересно? Бананы. Сколько здесь? Десяток. Раньше по 50 попадалось. Да, а теперь по 10. Как-то нищебродский прям. Хамелеон, как же тебе попасть-то? Ну, давай сейчас вниз спустимся обратно. И там уже посмотрим. Хоп-хоп-хоп. Тут никак. Здесь вот можно вот эти вот пальмы разбить? Хотя я сомневаюсь. Не, нельзя. Но зато здесь можно подняться наверх. А, подожди. Сундук. Сундук, 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 сундук. Вот мы его забираем. Давай, открывай его. Снова бананы, да? 10 штук. Нет бы там пиратских какие-нибудь штуки. Отсюда мы пришли. Все, тогда идем в пещеру. Вроде бы я здесь все осмотрел. Все, что возможно было. Ага. Let's go. Пещера, жди меня. Новые постройки и приключения. Йо-хо. Хм. Надо открыть эту дверь. Похоже на какой-то древний механизм. Древний механизм. У нас здесь есть вентиль. Я могу его крутить. И у нас поворачивается обезьяна с какой-то рукой. Вот. Мы ее вроде даже правильно поставили. Луч солнца падает вот сюда. Вот на эту штуку. Здесь нужна вторая обезьяна, чтобы луч солнца падал на правую штуку. Такую же. Все понятно. Надо скопировать такую же обезьянку. А что-то как-то деталей маловато, вам не кажется? Вам не кажется? А, подожди. Я прям вот всю обезьяну могу сюда поставить. И руку мне нужно сделать, видимо, да? Ну-ка, подожди. Ага. Мне руку нужно сделать, чтобы она вот сюда как-то попала. Или что там? Ладно. Вот тут у нас, значит, вот она. Рука будет. И нужно сделать так, чтобы она не зацепилась за вот эти вот камни. Иначе все полетит в тарары. Соответственно, надо сделать вот так. Вот. Отлично. Нужно еще разок удлинить. И вот теперь ее поворачивать нужно здесь. Да? А-а. Вот так вот это должно смотреться. Ну-ка. Кажется, попадает. Кажется, получается. Но луч света должен попасть в драгоценный камень. Давай мы тогда сюда просто подлиннее поставим вот эту штучку. И камень сюда. Пробуем. Вот и все. Вот и получилось. Моя солнца открывает, Берри. Отлично. Идем дальше. Вперед к приключениям. Да подожди. Это только самолет упало. У него же крышу сносит от приключений. А-а. Да подожди. Может здесь еще что-то есть интересное. Куда я могу забраться. Ну, хотя нет. Навряд ли. Навряд ли. Ничего здесь нету вообще абсолютно. Тогда действительно идем навстречу к приключениям. О, летчица. Я ее нашла. О, зрители. Полагаю, вы пришли за автографами. Какая она забавная. Вообще-то мы хотели помочь тебе спуститься. Не дергайся и... Приготовьтесь к невиданному зрелищу. Камера, мотор. Придержите аплодисменты до конца номера. Она сейчас упадет по ходу в воду. Опля. Хр-г-г-г-г-г-г. Сейчас мы тебя снимем. Не шевелись. Это будет очень кстати. Спасибо. И проследите, чтобы в газетах написали, какой акробатический трюк я сделал, чтобы освободиться. Я думал, она сейчас перережет веревку и упадет в воду. Но нет. Она этого не сделала. Хотя так орала, так орала. Смотрите на меня. Сейчас я такое замучу, такое чудю. Могу и здесь пройти. О, переключатель. Рабочий, нет? Нет, он не рабочий. Короче, нужен какой-то механизм, который будет активировать эти переключатели. Без них нифига не работает. Лесенка. Вот сейчас по лесенке поднимемся. Воспользуемся. Дальше. Тут тоже обойдем. Такое ощущение, что я в каком-то террариуме нахожусь. Только нам террариумы с тобой меняют и все. С разными ландшафтами. Так, я здесь. Что, мне прыгнуть просто нужно, да? И все. Опс, я вместе с ней в воду упал. И это тоже рухнуло. Типа, а что бы и нет. Вы молодцы. Спасибо, что спустили меня оттуда. И простите за мое поведение. Меня иногда заносит. Кстати, вы это чувствуете? Сейсмические датчики зашкаливают. Держитесь крепче. Кажется, мы вызвали землетрясение. О, блин. А там же можно было еще полазить. А нас выплюнуло. Ну что, я красавчик. Я всех спас. Я всем помог. Кто-нибудь со мной поболтает? Вы спасли нашу экспедицию. Вы герой. Как нам вас отблагодарить? Не стоит благодарности. Вы были в опасности. Вот мы и помогли. Ваша благодарность ценнее всего. Я могу идти, нет? Телепорт. О, какая штука интересная. Вот и он. Кристалл счастья. Как и ожидалось. Заберем его. Да, конечно, заберем. Конечно, конечно, конечно. Вот как эти кристаллы выглядят. Зарядись энергией. А сколько нам всего их нужно? Я чувствую исходящую от кристалла энергию. Невероятно. Давай вернемся к дедушке и начнем ремонт парка. Подожди, подожди, подожди. Нет. Я хотел еще побродить тут. Ну почему не дают мне это сделать? Дедуль, здорово. Кажется, мы собрали достаточно энергии для трансформации крупного масштаба. Нам всего один кристалл нужен был. Его достаточно? Дедушка уже заждался, я уверен. Эй, я здесь. Бегу, бегу, дедуль. Давай подключим трансформационное устройство. Ну давай. Давай подключим его к энергии, которую мы собрали в джунглях. Как он, интересно, подключается. О, круто. Балдежно. Работает. А теперь сможет спроектировать все части этого аттракциона. Спроектировать? То есть, аттракцион еще не полностью телепортнулся с другой мультивселенной. Мне его еще не доделать нужно. Ладно, хорошо. Попробуем это сделать. Войти. Как это должно вообще выглядеть? Это кувшинка какая-то, да? Крутящаяся. Наверное. Наверное, кувшинка крутящаяся. Значит, вот тут вот сидеть. Так, подожди. Вначале все это должно быть... Огорождено, наверное. Типа вот так вот. Какая-то техника безопасности. Там все дела должны быть на этих аттракционах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, я попытался сделать чашу. Ну, здесь у меня, значит, механизм, который открывает дверцу, чтобы сюда зайти. Тут столик, за которым можно держаться и крутить эту чашу, ну, по логике вещей. Ну, давай посмотрим, как это будет выглядеть. А где она? А, вот она, вот она. Она уже стоит. Она уже стоит, вон она. Вроде все отлично. Дальше. Еще одну такую же нужно будет построить, по всей видимости. А, нет, тут уже другая немного. Тут уже другая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не спрашивай, что это за аттракцион. Похоже на какую-то пытательную. В общем, сделал все, что смог. Дальше. Последний аттракциончик. Ну, точнее, последняя чаша. Что же здесь будет? Вот, желтенькие и красные закругления. Попробуем что-нибудь с ними сделать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, этот аттракцион совсем простой. Я называю его круг смерти. Я называю его круг смерти. Нужно, когда аттракцион вращается, не вылететь за этот круг. Хотя ты сидишь друг за другом. Короче, вот. Это самый простецкий, самый элементарный. Но он, по крайней мере, самый круглый. Подобных элементов на других аттракционах не было. Так что все. И смотри, как все кружится, качется. Отлично. Выглядит отлично. Даже киоск с билетами есть. Осталось найти продавца. А где у нас будет продавец? О, Бу! Кто сказал продавать билеты? Чую выгоду. Бу прилетел. Круто. А, привидение! Бу, не надо бояться. Меня так зовут. Рад знакомству. А, это же Бу из джунгли. Не бойтесь. Он безобидный. И очень деловой. Удивительно, как он так быстро сюда добрался. Я летаю по миру в свое удовольствие. В погоне за сладкозвучным звоном кассовых аппаратов. Могу поработать у вас продавцом билетов. Эээ, я даже не знаю, сможет ли призрак. Ого, вот это вертушка. А билеты призрак продает. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Круто. Ну, походу, все получается. Неважно. Кажется, получилось лучше, чем я ожидал. Отлично. Куда дальше? Секундочку. Ввожу новые координаты. Че, все, мы полетели дальше. Так, значит, пустыня. Ого, круто. Вот сюда. О, народу скука. Смотри, рынок. Как думаешь, какие местные товары и вкусности там продаются? Кстати, о вкусностях. Не пора ли перекусить? У тебя живот так борчит, что мне сюда слышно. Погоди-ка. Это не твой живот, да? Землетрещание. Уф. Кажется, кончилось. Надо узнать, не нужна ли кому-нибудь помощь. О, да. Но о том, кому здесь нужна помощь, и по всей видимости, она тут нужна всем, мы выясним это в следующем видео. В котором, собственно, и встретимся. А на сегодня это все. Спасибо, что посмотрел. Не забудьте поставить лайк под видео, подписаться, если ты еще не подписан. И до встречи в новом ролике.